Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с творческими учителями, которыми вы являетесь, потому что иначе бы вас здесь не было, ну я понимаю, что многих может быть заставили, но мы не будем об этом говорить, то есть мы внедрили какие-то эти идеи, подумали, как идеи примирения и такого взгляда на историю могут быть реализованы на практике. Мне очень хотелось бы, чтобы вы задавали вопросы, может быть даже сейчас с этого и начнём, потому что очень часто мы сталкиваемся с непониманием, недопониманием или искажением мыслей и слов, и если будет обратная связь, то мы сможем быть друг другу полезны. Может быть с ваших вопросов начнём? Есть ли у вас на данный момент какие-то вопросы, которые вас интересуют? Ну присаживайтесь, пожалуйста, есть? Можно? Можно? Можно, это это кэмп, можно всё, можно даже уходить. В любой момент происходящего. Так, ну у нас слишком длинное вступление. Давайте, может быть, мы несколько слов скажем о том, что нам пришло в голову, и тогда будет почва, на чём задавать вообще вопросы. Ну, слово у нас в титуле стоит слово «примирение», а слово «примирение» у многих уже начинает вызывать обратную реакцию, потому что, как вот написала недавно Оксана Забушка, это очередная конференция, ну о чём-то там, не о нас, славу, где будут мирить евреев и нацистов. Да, то есть у нас другое абсолютно. То есть в чём, почему мы начали, собственно говоря, да, потому что, к несчастью, мы все, вот кто имеет отношение к истории, понимает, насколько историческое знание в последние годы используется в качестве оружия, в качестве того, что заставляет людей брать оружие в руки и заставляет сталкиваться между собой. И зачастую достаточно там какой-то сказанной фразы для того, чтобы она маркировала человека как врага, и всё становится плохо. Вот. И мы вот подумали о том, что проблема на самом деле, наверное, не в том, чтобы просто открыть какую-то правду истории, да, то есть вот моя проблема с моими коллегами с ИСТФАКа, я работаю на философском факультете, хотя я базовый историк, но я немножко изменила историю с философией. Мои коллеги с ИСТФАКа, они говорят, вот самое главное, мы расскажем правду, и все проблемы решатся. Вот не решаются они просто от того, что мы даже напишем очень классную книжку. Главное это то, каким образом мы включаемся в историю, да, а когда мы преподаем историю, мы, собственно говоря, человека каким-то образом вводим в бытие историческим человеком, историческим существом. Как мы мыслим историю. И нам подумалось, что, может быть, проблема с вот этой войной памяти, которая у нас сейчас происходит, это не проблема открытия Истин, потому что Истин, и слава Богу, у нас очень много классных исследований, которые очень много чего открыли. Мы подумали о том, что, может быть, на историю вообще в принципе можно смотреть немножечко иначе, не так, как мы традиционно привыкли, и находить иные точки, с которой мы смотрим на исторические события, для того, чтобы убрать вот эту составляющую, которая заставляет нас драться и воевать. То есть, если мы, в каком случае у нас возникает проблема с вот этой вот, с ненавистью на почве исторической памяти, тогда, когда мы движемся в том традиционном, классическом, историческом нарративе, который сложился с XIX века. То есть, по сути дела, это проект национального государства. И получается, что, когда мы пытаемся описывать Украину, так как мы в Украине, мы понимаем, что у нас проблемы, когда мы пытаемся описывать Украину вот в этом ракурсе, у нас неизбежно возникают проблемы, потому что неизбежно оказывается, что некая линия является главной, а все остальные являются второстепенными. И эти второстепенные мы должны каким-то образом отбросить, сказать, ну это же не самое главное в нашей истории. Вот. Мы, поэтому мы подумали о том, что мы можем мыслить в качестве такого вспомогательного средства для гашения вот этих проблем с исторической памятью региональную историю. Причём, да, то есть, если мы посмотрим, вот у нас сзади такая прекрасная карта Украины, и если мы посмотрим на эту карту, мы поймём, что каждый фрагмент этой карты был включён в очень разные политические, национальные, религиозные, какие хотите проекты, да. Если мы выберем какой-то один и будем все остальные подтягивать под него, мы неизбежно создаём столкновение, да. И мы поэтому подумали, что, может быть, варианты преподавания региональной истории могут дополнить вот это общенациональное видение истории, дополнить в том смысле, что мы каким-то образом будем убирать вот эту воинственную составляющую. И если у нас это получится, то мы неожиданно получили поддержку из Львова. То есть, когда мы услышали абсолютно на такое же видение истории от Мирослава Мариновича этим летом, ну вот я, по крайней мере, поверила в том, что, может быть, мы движемся в правильном направлении. То есть, смотрите, в чём фишка. Мы предлагаем посмотреть на наш одесский регион, на вот этот южный регион, как на то пространство, в котором всегда исторически складывались мосты между разными культурами. И сделать вот это основанием для вот того сегмента исторического образования, да. То есть, мы ни в коем случае не хотим региональной истории подменить, заменить все другие варианты, да. Но это должно быть как бы вспомогательное средство. И в качестве вспомогательного средства это может сработать. И вот смотрите, если мы посмотрим на историю той территории, на которой мы находимся, что получается? Всегда, вот две с половиной тысячи лет, с того момента, как здесь возникают какие-то цивилизации, государства и так далее, эта территория является, ну, местом прыжка, да, точкой соединения разных пространств, которые совершенно не обязательно любят друг друга. Они могут не любить друг друга, неважно, но они соединяются и начинают общаться. Они начинают торговать, они обнаруживают, что они, ну, выгодны друг другу. Да, то есть, если мы посмотрим на греков, которые, они, греки, вообще боялись сюда идти. Они боялись, они долгое время сидели не на берегу, там вот на острове, да, то есть, если историю Ольвии вспомнить. Мы сидим на острове, и мы делаем какие-то шаги. Опа! И доказываем местному населению, что, ребята, мы можем быть полезны. Мы не собираемся вас обижать. А скифы опасны, и греки опасны. Вот, и когда они договорились, возникла вот эта ситуация сборки, да, два разных, и вот оттуда из Средиземноморья протянулся мостик, вот в тот скифский мир. То же самое сделали римляне. Аналогичная ситуация происходит в средние века, когда генуэсты строили здесь свои фактории. Это мосты. Мосты, которые направлены в разные стороны. То есть, изначально это движение в Средиземноморье дальше, да, к тем, кто живет дальше. В случае генуэстов мы включаем сюда Азию, да, это великий шелковый путь, торговля вот эта азиатская. Если мы говорим о 15 веке, мостик протягивается в другую сторону, и от Великого княжества литовского сюда, в Константинополе. То есть, протягивается мостик в другую сторону, но функция остается той же самой. Далее, Османская империя, Российская империя, да, то есть, я не перечисляю, вы все это прекрасно знаете, но фишка в том, что постоянно перекидываются вот эти мостики. И когда мы фиксируем вот эту функцию региона, у нас возникает совершенно другое видение. То есть, кто сюда приходит? Сюда приходят люди, которые рискнули взять свою судьбу в собственные руки. И это как бы вот такая вот базовая характеристика региона, скажем так. Это люди, которые способны на самоорганизацию, это люди, которые вынуждены оказываться в ситуации соседства, которая не всегда радостна и приятна, потому что наш регион очень конфликтный, да, то есть, когда мы рассказываем мифы о толерантной Одессе, мы прекрасно знаем, что это мифы. Мы прекрасно знаем, какие у нас были жесточайшие погромы, да, то есть, и когда мы пытаемся сделать вид, что этого не было, ничего хорошего из этого не возникает. То есть, у нас возникает какая-то книжечка, в которой описана как раз погром, и вот у нашего школьника, либо не школьника, да, возникает желание сказать, да, ребята, всё, что вы нам рассказывали, пардон, да, это всё фуфло, потому что вот, здесь написана правда, никогда тут не было никакой толерантности и мира и так далее. Вот, то есть, штука в том, что мы не, когда мы смотрим вот на такую ситуацию, когда мы создаём такую оптику видения региона, мы можем позволить себе говорить о проблемах, и о столкновениях, и о тяжёлых каких-то моментах, да, и показывать, как люди на них реагируют. То есть, например, когда сюда приходили генуэзцы, они создали очень большую проблему для Европы, потому что они завезли отсюда, туда, в Европу, чуму, и треть населения Европы вымерло, да, то есть, и вопрос в том, как мы об этом рассказываем. Мы говорим, вот, такое, отсюда чуму привезли, то есть, что у нас первое возникает, да, закрыть границы эти все, всё, закрыто. Нет, мы можем показывать, каким образом люди начинают, они понимают, какая опасность возникает, они начинают с этим бороться, они начинают создавать карантины, мы можем показывать им Белгороднестровскую крепость и говорить, смотрите, да, то есть, люди понимают, что контакт таит в себе опасность, но мы придумали, как с этим бороться, мы создали карантин, И мы сумеем выявить очаг заболевания и не дать ему распространиться. То есть это то, что характерно для нас, для вот этого региона. Когда сюда приходили казаки украинские, то есть кто это были? Это люди, которые взяли на себя заботу о себе. То есть когда государство не способно справиться с охраной своих границ, эти люди говорят, окей, мы самоорганизовались и мы сделаем это. Мы будем защищать эти границы. У вас не получается хорошо. То есть, что здесь, какой посыл, да? Общество оказывается сильнее государства. То есть есть люди, которые могут оказаться сильнее государства и решать свою судьбу самостоятельно. В 18 веке это пространство становится привлекательным для очень разных людей, очень разных национальностей. Опять-таки, почему они сюда приходят? Они ищут свободы и возможности зарабатывать. И с чем связан феномен Одессы уже, да, как города? Связан с тем, что люди неистово зарабатывают денег, они ищут возможности выжить. На Одессу никто не ставил ставок, да? Никто не думал, что она вообще будет заметна. Что-то, да, здесь такое сделано. Ну, был Хаджибей, здесь что-то слепили, какое-то поселение. Но ставки-то делали совершенно на другие городах. И вдруг бабах! И Одесса становится чем-то удивительным. Она начинает расти, она начинает... Почему? Потому что люди берут свою судьбу в свои собственные руки. И вот даже та же самая история с апельсинами, как бы она ни была мифологична, да? То есть какой месседж? У нас проблема. У нас... Мы не можем жить, потому что у нас нету гавани. Правительство нам не помогает. Мы просим, оно нас посылает. Мы просим, оно нас посылает. Что мы делаем? Денег у нас тоже нет. Если бы у нас были деньги, мы бы сами построили эту гавань. Оп! Мы придумали финт. Мы придумали тот финт, который удивил императора и заставил его дать нам в долг. Никто не дарил, да? Деньги были даны в долг. И Одесса его очень быстренько отдала. То есть если мы будем делать акцент на вот такие вот вещи, у нас возникает совершенно иное видение истории. Мы не смотрим только на героические победы. Мы не смотрим только на проекты создания государства и так далее. То есть у нас возникает видение того пространства, где живут очень разные люди, которые находят способ каким-то образом сосуществовать друг с другом. И не всегда это удачно, но в основном всё-таки получается. И эти люди, опираясь только на свои собственные силы, делают удивительное. Делают удивительное, да? И что тут вот мы... На чём мы ещё хотим сделать акцент? Вот это многонациональное пространство, причём это не вариант такого melting pot, да? Проплавильного котла. Когда все сюда приехали, переплавили и стали одним. Каждый остаётся таким, как он есть в этом пространстве. И благодаря вот этому общему состоянию соседства, деятельного вот такого соседства, получается, что Одесса становится родиной для нескольких национальных проектов. Именно здесь создаётся Феликий Этериев, да, греческое тайное общество, которое, по сути дела, готовит создание независимого греческого государства. В начале 20 века здесь, по сути дела, готовится проект создания государства Израиля. И если мы вот это выдвигаем как не нашу историю, ну да, там какие-то греки создали своё государство, конечно, это там здорово, что они здесь у нас в Красном переулке сидели, но это типа не наша история. Нет, если мы будем рассматривать это как необходимый элемент, необходимая часть, да, современный язык иврит, он создавался, по сути дела... На улицах Одессы. На улицах Одессы, да, то есть проект создавался здесь. И если мы будем видеть и эту составляющую тоже, мы будем видеть свой регион, несколько иначе, вот как пространство продуктивной маргинальности, да, то есть не провинции, вот мне как-то задавали, если вы называете Одессу провинцией, нет, провинция мертва и бесплодна. А вот те поля, да, вот как в книгах поля, да, на которых возникают самые умные мысли, потому что когда мы читаем, мы обязательно там что-то такое чиркаем, да. Вот то есть поле, это маргиналия, это очень продуктивное место. И вот наш регион, это окраина очень разных культурных, политических, идеологических пространств. Они между собой здесь пересекаются и накладываются друг на друга. И вот это создаёт, ну, это удивительность, да. И когда мы говорим о 19 веке, на чём нам хотелось бы сделать ещё акцент, нас как-то тонет в восхищении литературой, архитектурой и так далее, тонут такие удивительные вещи, как то, что Одесса, например, стала первым городом в Российской империи, где была создана Скорая Плевч. Это... Бактериологическая станция. Эти самые железные дороги, да. Киноаппарат, который начал здесь действовать... Вот. То есть вот такие штуки, да. И опять же, каким образом мы их преподносим? Вот мы только что обсуждали с киноаппаратом. Если мы будем бороться за Одеську першись, да, вот у нас наш Тимченко создал киноаппарат на два года раньше, чем братья Люмьер. Это непродуктивно. Потому что, ну... Это приятно, но непродуктивно. А? Это приятно, но непродуктивно. Вот. Потому что это как раз такая признак провинциальности, да. Когда нам хочется сказать, нет-нет-нет-нет, ваши Люмьеры, они вообще всё захватили. То есть смотрите, когда мы говорим, например, об этом киноаппарате, да, почему это стало возможно? Почему он его изобрёл? Потому что Одесса на тот момент была совершенно органичной частью европейского научного пространства. И поэтому я абсолютно уверена, что ещё в каких-то там городах киноаппараты были созданы до Люмьера. Неважно, да. То есть фишка в том, что это единое пространство, которое продуцирует одно и то же. И вот это, на мой взгляд, очень здорово. И оно открывает иные перспективы. То есть нам сейчас, в той ситуации, в которой сейчас находится Одесса, плачевные ситуации, когда нам и посмотреть, по большому счёту, не на что, да, когда нам там дычут эти бесконечные жемчужины и так далее, разрушают этим исторический центр, и всё. Нам сложно чем-то восхищаться, кроме великой литературной традиции, например, да. И у нас как-то скрадывается воспоминание о том же Бальзаке, который в отце Горио пишет о том, что я поеду делать в Одессу вермишели, я сделаю там классные деньги, да. То есть это же очень здорово. Вот когда мы понимаем, что наше пространство видится извне, из Европы, из Англии, в Англии, да, в Англии к Одессе относились скептически. Уже важно. То есть Англия видела Одессу. Она её видела, да, и она её видела как пространство, которым многие восхищаются. И англичане говорили, ну вы тут все восхищаетесь, а мы не очень будем восхищаться, да. Но они видели её скептически. То есть из Европы Одесса была очень классно видна. Нам стало сложно это сейчас представить. И вот надо актуализировать эти штуки. И на наш взгляд, не знаю. То есть вот это как бы такая общая мысль. И как нам кажется, тут было бы классно актуализировать именно вот какие-то моменты, которые дают надежду сейчас. Тот же самый концерт Батвинова, да, с Бурханом Ачалом в Акерманской крепости, мне кажется, это колоссальный, позитивный исторический жест. То есть когда турецкий музыкант с украинским музыкантом устраивают концерт в турецкой крепости, которая сейчас находится на территории Украины. Да, то есть это прошлое, когда мы воевали между собой, это прошлое. Мы его помним, мы это знаем. Но сейчас это пространство нашего общего культурного проекта. Можно очень много говорить, потому что мы достаточно долго этим пытаемся что-то такое придумать в этом отношении. И может я сейчас тогда Владимиру Владимировичу передам слово, что мы предлагаем, не предлагаем вам, а что мы может быть, во что мы хотим вас тянуть. В рамках этого проекта, о котором говорила Оксана Андреевна, культура примирения, новая историческая память в Украине, мы получили поддержку Бундестага, Германии, направленных... Министерстве иностранных дел. Министерстве иностранных дел, которое направлено в том числе и на работу с педагогами. Мы можем, мы и хотим пригласить вас участвовать в проекте. У нас рассчитано на 15 учителей, которые с нами будут взаимодействовать. И в ключе, который мы предлагаем в проекте, то есть память, использование исторической памяти для формирования позитивного видения будущего. То есть в любом случае история имеет смысл тогда, когда история дает нам надежду на будущее. Не то будущее, в котором мы уничтожим всех, а может быть уничтожат нас, а то будущее, которое дает нам надежду на сотрудничество, на включение в некоторые культурные проекты, на использование опыта будущего ради построения отношений в настоящем. То есть с одной стороны в настоящем нет смысла, если это настоящее не приводит нас к будущему, с другой стороны в любом случае настоящее строится на прошлом, на нашем знании о том, как люди выживали, взаимодействовали друг с другом. Теперь к более простым вещам, или наоборот к менее простым. Мы предлагаем вам варианты. Значит, первое, над чем мы сейчас работаем и к чему мы хотим привлечь вас, если вы согласитесь с нами взаимодействовать. Первое, это... В рамках региональной составляющей истории. То есть регион у нас потрясающий. Регион, потенциал которого на данный момент не всегда используется. Вы это понимаете. Да, мы сворачиваемся. Значит, первое, мы составляем в рамках вот этого проекта это навигатор для учителя по доступным электронным источникам по истории региона. То есть там все, что доступно в интернете, будут находиться ссылки в одном месте. С нами сотрудничают разные проекты, которые существуют в городе. Это проект Одесса Инкогнито, это гурт, это кафедра гурток истории Украины и суммежных земель. И, конечно же, там идут ссылки и на пособия, утвержденные Министерством по истории Украины, по Одессике. Вы знаете курс Одессики, многие из вас, наверное, его читают. Значит, собственно, вот эти материалы, которыми вы сможете воспользоваться в своей работе, в работе с учениками, с Памыла Академии и так далее. То есть в этой части вы можете принимать участие, а мы будем рады. Вторая часть, это непосредственно разработка и проведение квеста. Ну, то есть я думаю, что с такой формой работы вы знакомы, по территории Одессы, который именно ориентирован на демонстрацию нашего города с позицией, которую Оксана Андреевна изложила. Что это мост, что это пространство взаимодействия, это пространство, в котором рождается что-то новое. То есть особое пространство. И в этом плане тоже мы приглашаем вас к участию. Помимо этого, мы готовим расписанные методические рекомендации, которыми вы сможете воспользоваться, если захотите, на соответствующие темы. Я думаю, что у многих уже есть такой опыт. Провести у себя что где когда, брейн-ринг, игру тройка и так далее. В этом плане нам помогает клуб Эрудит и его руководство. И вас непосредственно мы хотели бы пригласить к сотрудничеству в плане создания ваших собственных методических разработок, которые бы позволили поделиться вашим опытом и видением вот этой темы. И еще одна важная часть, о которой я не упомянул, это видео уроки непосредственно, которые будут описывать, вот Оксана Андреевна изложила часть того, что планируется в них, рассказывать, то есть о нашем регионе. То есть наш регион как мост во времена античности. Короткие ролики, короткие ролики, которые... Они даже не уроки, а вот такие вот затравочные информации, которые можно использовать, может быть, да? Да, да, да. Значит, и потом, конечно, в эту базу, о которой я начал говорить, еще важной частью тоже являются видео выступления, например, лекции Бориса Бурды, о которых вы, наверное, слышали по истории Одессы. Может быть, вы присутствовали, если не присутствовали, то мы на них тоже даем электронные ссылки с разрешения автора. И вот такая вот копилка, я думаю, она будет полезна для каждого. Значит, время нашей сессии стекло, к сожалению, мы больше монологически выступали. Я думаю, что, может быть, вы все-таки... Мы заинтересованы в том, чтобы связаться с вами, чтобы вы связались с нами и, собственно, вот этот вот... непосредственно воплощали метод разработки. То есть то, что мы придумаем, это все равно не то, что вы будете воплощать. Потому что учитель свободен в своем педагогическом творчестве. Тут для нас важно тоже вот каким-то... Фидбэк получить, да? Увидеть, насколько это вообще вам интересно и как вам это кажется, это плодотворно, неплодотворно. Потому что мы... Я проработала в школе четыре с половиной года, но это было давно. И я понимаю, что, в общем, я уже не могу на это суаться. Оксана Андреевна, уважаемые наши, я даже не знаю, партнеры в данный момент. Значит, у нас в городе действует творческая группа, которая разработала курс «Одесса. Мой город родной». Он получил гриф «Министерство образования». Это программа курса, в которой уже пятый год работают все школы города. Кроме того, мы разработали непосредственно методическое пособие к этому курсу. То есть в каждой теме разработан урок и разработан информационный блок непосредственно. Сейчас вот вы говорили, и у меня уже возникает такие идеи по возможной нашей с вами общению и сотрудничеству, потому что раз в два года мы проводим конкурс. И сейчас уже вот я разработала приказ, который пойдет на подпись. Конкурс «Мой лучший урок по истории и культуре родного города». Я бы, конечно, с удовольствием привлекла вас в конкурсное жюри по вашему согласованию. И уроки, которые приходят к нам, они очень интересны сами по себе. Мы их, конечно, печатаем, мы им размещаем на сайте. Если мы посотрудничаем в этом плане еще с вами, это будет великолепно. Сейчас у нас на рассмотрении заключительная часть рабочей тетради для учеников по курсу «Одесса – мой город родной». То есть, если ваше вливание в тот процесс, который совершают уже наши учителя, будет, я представляю, какая это будет живая новая струя, и, конечно, мы, я полагаю, сможем достичь достаточно хороших и интересных результатов. Ради этого мы всегда и попросились. Да, попросились. Спасибо. Уважаемые коллеги, наоборот. Спасибо.